Омикрон наступает на все регионы страны, и Десногорск – не исключение. Текущую эпид-обстановку в городе обсудили 1 февраля на комиссии по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 1 февраля в стационаре находится 55 человек. Из них от коронавируса лечится 22 пациента. Пятеро находятся в реанимации. Куда хуже дело обстоит в амбулатории. Нагрузка на медработников выросла в несколько раз. Кроме живой очереди на приём, создаётся и очередь из вызовов врача на дом. Вчера поступило вызовов в поликлинику 152. В основном они были обслужены скорой помощью, потому что был всего лишь один врач на вызовах, кровец. 27 обслужил. Он, остальные – скорая помощь. И ездили они до 24 часов ночи. Обслуживали. На приёме вчера было 201 человек. Из них 98 – это впервые обратившиеся, заболевшие. Из-за наплыва обращений в медико-санитарной части оперативно скоординировали работу и провели изменения в приёме пациентов. С ростом обращаемости мы переселили этот амбулаторный центр, как он сейчас называется, для ковидных пациентов на второй этаж поликлиники для взрослых. Установили стеночку, отграничили от здоровой части и отдельный вход со двора. Приём ведут 4 врача. Два в первую смену, два во вторую с 7 утра до 21 часа. Десногорск повторяют судьбу других субъектов страны и Смоленской области в частности. Новая волна ковида и здесь обновляет максимальные показатели заболеваемости за всю пандемию. Если осенью 2021 года максимально в сутки регистрировалось 598 случаев, то сейчас, с сегодняшнего дня, у них уже по области регистрируется 637 случаев ковида. На лечении от ковида и сезонных заболеваний находится больше полутысячи детей. Поэтому десногорские школьники вернулись к дистанту. Онлайн-обучение предварительно продлится до 6 февраля. В связи с этим актуальным остаётся вопрос об иммунизации. Детская вакцина «Спутник М» пока ожидается, но вакцина для взрослых есть в достаточном количестве. «Примита с нарастающим итогом 15 277, вторым компонентом 13 633 и ревакцинировано 7 226. Но за прошлую неделю вакцинировано первым и вторым компонентом по 25 человек, а ревакцинировано 480. В основном люди идут на ревакцинацию». Сдерживание роста заболеваемости в городе зависит от сознательности граждан. Обязательными остаются маски в общественных местах, дезинфекция рук и социальная дистанция. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.